Постараюсь видео не длинное записать, но рассказать смысл. С сервером можно работать, как с обычной операционной системой. Зачем нам это нужно? Мы с вами пишем мобильные приложения, серверные чаще, как Instagram, TikTok и так далее. Мы будем писать приложение базовое. Что значит должно быть включено профиль, друзья, фолловеры. Все. Дальше вставляю идею и делаю свое. Было бы очень прекрасно, если бы мы это делали на сервере. Мы это можем сделать. Давайте пару моментов сразу посмотрим. Ссылка на сервер внизу в описании. Здесь есть нюансы. Выбираем, да? Дальше. Здесь мы не выбираем фиксирование, потому что здесь 15 гигабайт, но они нам не нужны. У нас только начало, да? Выбираем произвольное. Раз, два, 10 гигабайт по минимуму. Если GPU и RAM можно менять и при перезагрузке, то диск придется немножко туда повоситься. Поэтому лучше выбрать по минимуму, потом потихоньку добавлять. Добавлять можно без проблем. Добавил чуть, перезагрузил, оно работает. Если мы хотим больше на меньше перенести, то нам придется создавать новый виртуальный сервис, да? Переносить. Создавать точку восстановления. То есть этот геморрой не надо. Поэтому взяли произвольное, выбрали минимум. Все остальное можно убрать и получается 200 рублей, да? По минимуму. Заказываем. На ночь мы можем... Потом сейчас перейдете по ссылке там и подсокаете. Мы можем остановить сервер, тогда не будет деньги сосчитывать. Деньги сосчитываются не за месяц, а за каждый час. Иными словами, сервер этот тестовый не работает. Деньги не сосчитываются. Экономия. Следующий момент. Все. Здесь можно спросить и по чату, как работает там хранилище. Вот попробуйте введите и так далее. Кстати, например, в будущем вот многие пишут, что будет все делать и нет. Программисты будет еще больше. Если вы введете, допустим, как создать игру на дарт и введете, да? Если вот, к сожалению, не могу вам помочь. Я не специализируюсь. То есть вот они работают с протоколом безопасности. То есть это не его компетенция. То есть со временем, совершенно скоро, любое учреждение будет требовать программистов, чтобы настраивали эти протоколы безопасности. Это и есть протокол безопасности, когда он дает только ту информацию, но этот еще дает по всем и про язык расскажет. То есть он тренируется. Это такая мелочь. Итак, еще одна ссылка, которая вам нужна, нужна, она есть в описании. Возможно, вам будет интересно. Выбор VPS сервера. Просто многие смотрят по отзывам. Я показал свои где-то 10-15 пунктов, которые нужны будут. Некоторые мы сейчас сразу посмотрим. Должны быть. Почитайте и посмотрите видео. Это есть в описании. Следующая еще одна важная ссылка. Это если взять DevHacker, зачем мне это, то здесь есть такая вещь. Здесь вторая часть это план, что мы будем делать. Сейчас я о ней коротко расскажу и пару картинок. Когда у нас нет конечной цели, мы вообще ничего не можем написать, мы в конце концов рассеиваемся. Когда у нас есть конечная цель продукт, то у нас и обучение идет правильно, и когда мы обучаемся, мы понимаем, на чем сосредоточить внимание. Поэтому мы и учимся в школе, изучаем язык и пишем сразу приложение. По сути дела, мы разберемся с тем, что надо абсолютно каждому человеку или интересно. Django можно, допустим, замерить нодой. Django. Django REST Framework. Flats. Первая часть плана заключается в том, что надо понять весь смысл первой уроки. То есть нам надо написать северную часть на Django, написать REST Framework, чтобы понять, как его изучать, как он работает. Я уже писал по этому поводу видео. И написать мобильное приложение, встроить туда API. Вот это первое. Когда мы понимаем эту связку дальше, можно все друг друга менять. Flats и менять там на код или так далее. Главное понимать, что везде принцип одинаковый будет. Там сервер. Это тестовый сервер, я его удалю, поэтому я беру, сейчас открываю терминал, просто покажу вам сам принцип. Я до этого создал уже и виртуальное окружение и все прочее сейчас, потому что это не уроки, это просто показание принципов, чтобы вас заинтересовать какие-то последующие шаги. Пароль 111. И так мы зашли на сервер. Мы сервером можем работать по-разному. Ну, например, можем, я создал файл PyPy, открыть в том же Nano, да, и что-то там писать. Можно установить MS и работать через MS. Это второй вариант. Ну, мы тоже, кому понравится, работайте. Кто-то пойдет сразу покупать лицензии, например, ICP-менеджер. Но я рекомендую все-таки набраться терпения и попробовать освоить либо Vim, либо Imex. Но я здесь рассказываю о SpaceMax, просто покажу сам принцип. Абсолютно работаем, как на обычной операционной системе. То есть те файлы, которые открыты, у нас открыты. Мы пользуемся буферами. Control BB. То есть открыл однажды файл. Это у меня пароль, потому что я просил его. Открыл сейчас однажды файл. И мы можем зайти и его всегда открыть. Допустим, нам надо файл настроек. Открыли, да, и мы в его переходим. Если мне надо работать Django, а работа сервера это, ну, например, Modules я там открывал. То есть я перемещаюсь сразу в файл Django. Если я работаю с хостами, а я там был, когда настройка сервера идет между приложением, хостами, там Endex или Apache. То есть я сразу открываю, допустим, хост. Эта работа становится очень прекрасной, очень удобной. Иными словами, я в хосте. Да, если не дает редактировать, я нажимаю Control L. То есть в данном случае дает, потому что суда я уже получил. Если я не знаю, не надо бояться этого SpaceMax, потому что, когда мы что-то не знаем, нажимаем два раза пробел и вводим, допустим, суда. Он нам подскажет, вот суда Edit. Все. Если у нас просто есть уже root localhost, да, а так он предложит ввести пароль. Если мы что-то не знаем, мы могли бы вообще сделать, работать, чтоб у нас появилась боковая панель, да, ну, это кому как удобно. Иными словами, я никакие не закрываю. Если мне надо, допустим, терминал, я его уже ранее открывал. Я просто ищу... Нет, не открывал, получается. Значит, я его открою. Control X3. Вот здесь я открою на любой из складок терминал и буду работать с терминалом. Здесь мне он сейчас уже не надо. То есть Escape я могу удалить по-другому окно. Все, я удалил. Когда мне понадобился снова терминал, я его опять открыл. Если не надо, я работаю с другим буфером, мне, допустим, понадобилось Apache, да. Я могу набрать Control FF, то есть поиск файлов. Вот он меня просит пароль туда ввести. А, уже ввел я пароль. От рута я работаю. Ads. Пусть это будет... Мы будем... Вот он Apache. Мы будем и сэржик сработать. Здесь я могу воспользоваться либо поиском, либо стрелочками, но я воспользуюсь поиском. Сайт Saviable. Открыл, да. Написал, какой мне надо хост. Хочу создать файл. Например. Все, я ввел пароль. .ru .conf Все, у меня есть файл. Я его сохранил и дальше пишу, что мне надо. Все, я посмотрел. Где-то там Control BB. Возвращаюсь. Мне надо, допустим, опять перейти в хосты. Иными словами, вы работаете как с операционной системой. Вы сами видели, что это круто, это удобно. Здесь есть джанга. Давайте я перейду в джанга. Я установил джанга. Дайте уроки на моем канале я делал ребятам. Я знал, что мы этим делаем. Есть SpaceMax, DevHackers, да. Ну, часть урока, чтобы хотя бы въехать в него. Хотя я ни на чем не оставил, просто показываю как вариант. Поехали дальше. Давайте перейдем... Джанга. Я могу как хочу перейти. Я знаю, что я создавал проект Джанга. Это Данка. Home. Dev. Ну, дальше я воспользуюсь поиском Данка. Вон оно стало. Так. Вот оно стало, да. И активирую виртуальное окружение. Workon. Вот мое виртуальное окружение. Я его активировал, просто я еще не вошел в настройки. Если я войду в настройки, то есть в сам файл, то у меня появилось виртуальное окружение. Давайте я попробую посмотреть, работает ли мое Джанга. Понимэнжи. Я указал Джанга, да. Да, действительно работает. То есть прямо на сервере я вообще могу работать. Наким Мигрэйшн. Все появилось. Мигрэйт. Понимэнжи. Я мог бы горящими клавишами сделать. Давайте. Ctrl-C. Ctrl-P. М. Стоп. Немножко не то сделал. Мне это вообще сейчас не надо. То есть я мог закрыть. Отсюда я мог бы войти там, посмотрел. Вот я вижу Джанга. Джанга я вижу. Джи. То есть вариантов здесь входа на самом деле много. Мигрэйт. Все. То есть у меня совершенно нормально сервер работает Джанга, как обычно на операционной системе. Все. Автозавершение. Все полностью работает. То есть это круто. По сути дела вам выбирать. Вы можете пользоваться на нам. Можете пользоваться. Купить лицензию того же менеджера. Но никогда не будет вот того ощущения, что вы можете работать с сервером. Я сказал, что я буду писать уроки по работе с сервером. Потому что каждый программист должен настроить сервер сам. Это нормальная практика. То есть не должно быть проблем. Учитывая, что надеюсь у вас появились какие-то вот что действительно. Вот Бусановский показал, что это круто. И у вас появилось. Да. Раньше я не понимал. Зачем мне этот ВИМ? Зачем мне МАКС? Теперь я вижу, что я работаю. Тем более я больше скажу. За 200 рублей вам же и операционка не нужна. На самом деле весь проект вы можете вообще делать, если захотите. Я просто говорю, это не значит что надо. Просто открыли и пишите на сервер. Там же и документацию можно присоединить. Все прочее. И у вас живое приложение. Нет. Я не отменял, что вы не пользуетесь локалкой. Просто я говорю, что нет смысла сегодня вообще локальный сервер ставить, когда у вас есть живой сервер. Живой адрес. Вы сразу делаете приложение и его видите, как оно работает. Сделали там одну на своем приложении страницу, где будете помещать, допустим, свое мобильное приложение. Друзья мотослали. Друзья посмотрели, что там нового сделал сегодня. Ага, вот это, вот это, вот это. Отлично. То есть, вот такие возможности. Все, ребята. То, что я хотел рассказать, я рассказал. Это просто было, сказал, чтобы вас показать, что с сервером можно по-другому работать. А устанавливать мы будем в школе. spb-retout.ru Проект DevHackers почитайте, там в описании есть ссылки. И потренируйтесь то, что я сказал с сервером. Все, давайте.